Добрый день, с вами Логова Женина, жертва военно-медицинских экспериментов во втором поколении. Два предыдущих ролика я записала о том, как дистанционно выводят бытовую технику из строя, но там звук не слышен, я не знаю в чем дело. Потому что когда я пишу, звук идет очень сильный. Но в случае с машинкой, например, его убирали, включали, убирали, включали. В какой-то момент там можно уловить, но он очень слабый. В чем дело, я не знаю, честно говоря, не знаю. С утра вчера было то же самое, звук вообще был очень сильный, машинка вот так вся моя тряслась. Пока я побежала за телефоном, подошла, уже все выключили. Но они выводят из строя, потому что колонка уже не работает так, как она работала раньше, она работает по-другому. Сейчас они выводят из строя мою стиральную машину. Мои псиопы передали мне информацию о том, что меня поставили на онкологию. Причем это как бы они мне милость великую оказали. Потому что программа более мягкая, как они сказали, что она уже измучена. И поэтому мы ей сменили программу на онкологию. Я вам хочу сказать, что вот так как сейчас, у меня такое было 8 лет назад, нет, 7 лет назад, с 4 января 2012 года, когда меня поставили под жесткое уничтожение, вот тогда у меня было то, что сейчас, то, что они называют более мягкая программа. Это когда ты садишься или ложишься, когда вообще невозможно, чтобы тело приняло горизонтальное положение. Как только оно оказывается в горизонтальном положении, вот такая вот начинается вибрация. Диван вот так весь вибрирует, и тело твое, естественно, с ним вибрирует. Это и на кресле, и на всех стульях, и на диванах, куда бы ни присело для того, чтобы немножко вздремнуть, потому что ночью спать не дают, вот начинается вот эта вот трясучка. Вот, так что, если даже вы вели абсолютно здоровый образ жизни, у вас не было никаких дурных привычек, у вас великолепная, многими жизнями наработанная карма, Господь вам дал прекрасную, долгую жизнь в красивом, здоровом теле в наше страшное время. Это не поможет вам прожить долгую, прекрасную, красивую жизнь. Не поможет, потому что у нас в стране есть некто Путин, который сам выносит смертные приговоры, подписывает их регулярно и сам решает, кто будет жить, а кто жить не будет. У нас есть человек, который взял на себя функции Господа Бога и считает, что он имеет на это право. Ну, вы видите всегда вот этих силовиков в черных шапочках с прорезями для глаз, которые прячут свои лица. Почему они их прячут? От стыда, от страха. Почему мы с открытыми лицами, мы называем себя, мы говорим, вот я, Ольга Воженина, вот меня истязают и убивают, хотя не за что. Я в своей жизни ничего не сделала, за что бы ко мне нужно было применять вот эти меры, которые ко мне сейчас применяют. А почему они закрывают свои лица? Почему они боятся? Потому что они привыкли убивать свой собственный народ и истязать в режиме строжайшей секретности. Вот почему. Потому что они сидят за стенами, нажимают на кнопочки, а люди страдают и умирают. Вот от их нажатия, от того, как они нажимают на кнопочку, мы страдаем и умираем. Вот они привыкли к этому. Поэтому, выходя на улицу, продолжая свою черную грязную работу, они закрывают свои лица. Они к этому привыкли. Вот что происходит в нашей стране. Кого они хватают? Кого они вносят в списки, в списки по подозрению на террористов? Кого? Людей с гражданской позиции, с четкой гражданской позиции. Людей, которые понимают, что происходит в стране. Они знают, как с этим бороться. Вот этих людей они вносят в черные списки на уничтожение. И борются с ними индивидуально. Все извращено в наше время. Вообще, у нас страна перевертыш. Все черное у нас названо белым. Все белое у нас названо черным. Это просто Оруэлл. Это замятин. Это все воплотилось в жизнь. Вот весь ужас, который мы читали и думали, Господи, как страшно. Да какой ужас. Да как вообще можно было до такого додуматься? Этого не может быть. Вот оно все. Мы все это имеем. Все это имеем. Потому что у нас у власти такой человек, который считает это нормальным. Который считает нормальным воровать у своего народа деньги и использовать их для своего собственного удовольствия. А народ этот убивать, чтобы не возникало. Вы говорите, что то, что они с нами делают, и деньги, которые они от нас имеют, это такие мощные деньги, что наши квартиры, в общем-то, ерунда. Нет, не ерунда. Каждая квартира стоит несколько миллионов рублей. Так что посмотрите, сколько они народу уже уничтожили. Квартиры они прибрали к рукам. И посмотрите, насколько миллионов они обогащаются. За самых стойких. За тех, кто долго держится. Над кем уже давно и тщетно работают. Кого никак не могут выбросить. Они называют наше уничтожение зачисткой и выбросом мусора. Выносом мусора. За этих людей назначены большие деньги. Ну, где-то миллион. Это в долларах или в рублях, я не знаю. В России, я думаю, что это в рублях. Россия, потому что вот человек освободит квартиру. Один из миллионов отстегнут тому, чей выстрел будет последним. Остальные миллионы заберут себе организаторы. Так вот, у нас извращено все, в том числе и понятие терроризм у нас извращено. Потому что террористы у нас сидят в Кремле. Все силовые структуры у нас террористы. И мы это давно знаем. Нет ни одного человека в стране, который не знал бы историю о том, как ФСБ пыталось подорвать жилой дом и как зрители проявил бдительность. Не допустили этого. Они остались живы. Вот такая у них замечательная наработанная карма. Они остались живы и мордой в грязь окунули всех ФСБшников. Вот это у нас случилось. Теперь народ знает, кто у нас в стране терроризм. Кто у нас подрывает живые дома. Кто у нас устраивает взрывы, катастрофы. Вот кто у нас террористы. А борются с теми, кто против терроризма. Борются с людьми, имеющими четкие гражданские позиции. Вот. Прогреты Тунберг. Все, кто находится под пситерором, особенно в открытой стадии пситерора, думаю, что вы все заметили, и вы все поняли, и вы все знаете, что эта девочка, так же, как и мы, находится на компьютере в открытой фазе преследования. Она все знает. Это звучит ее речь, когда она говорит о том, что разрушаются экологические системы, и народ вымирает. В этой девочке уже произошли в организме необратимые изменения под этим страшным воздействием. Но кто-то мудрый посоветовал ей не поднимать конкретно свою проблему, а осветить один из аспектов этой проблемы. Вот она осветила аспект климатическое оружие. О себе она не упоминает. Возможно, и правильно делает. Я не думаю, что кто-то к ней прислушается из сильных мира сего, из тех, кто закрутил, заварил вот эту страшную кашу на планете. Вряд ли они к ней прислушаются. Но то, что она делает, это нужно делать. Это необходимо, это не простое сотрясание воздуха, нет. Это борьба. Борьба – это сотворение будущего. Такое, каким мы хотим видеть наше будущее, а не таким, каким его хотят видеть убийцы. На пустынной планете, элита и рабы. Вот это их идеал будущего, нет. Мы такого не хотим, нам это не надо. Поэтому мы об этом говорим. Вот слышите, что со мной? Позавчера, когда я возвращалась от папы в Лайне. В Лайне меня обрызгали вирусами. У них есть такие вот небольшие баллончики. Это уже не первый раз. Я знаю, как это происходит. У них есть специальные инструкции. Если вы заметили, что, допустим, в пустом магазине, потому что если это конкретно нацелено на вас, то они не станут этого распылять в присутствии большого количества народа. Они постараются это направить именно на вас. Так вот, если вы заметите, что в пустом магазине возле вас все время один и тот же человек ходит, ходит за вами по пятам, куда вы, туда и вон. Разворачивайтесь и уходите как можно скорее. Либо идите в другой магазин. Либо идите просто в другой отдел. Не стойте с ним рядом. Потому что они делают так. Они открывают свои сумочки, достают баллончик, задерживают дыхание, пшикают и очень быстро удаляются. Вот потому, как они очень быстро убегают, можно их вычислить. Если вы засекли этот момент, бегите срочно в другую сторону, как можно быстрее. Точно с той же скоростью, как убегают они. Меня вот поймали. И это уже второй раз в моей жизни. У них очень неприятные вирусы. Они как-то плохо воздействуют. Ну ничего. Переборимся. Так. Что еще я сегодня хотела с вами поговорить? Вот о чем. В наших несчастных стариках. Которым не дают спокойно умереть. Которых перед смертью истязают. И дают им понять. Вот да, мы вас истязаем. Потому что вы мешаете. Вы мусор. Вы лишнее звено. Вам пора умирать. Им это дают понять. Поэтому наши старички, которые прекрасно прожили свою жизнь. Которые он дали все силы. Этой стране. Думали, что они обеспечили себе достойную нормальную пенсию. Так вот эти старички сейчас вынуждены жить. На крохе. Потому что 10 тысяч в месяц. Я не знаю, как это назвать. Европа не верит, что у нас пенсии в 150 евро. Потому что у них пенсии в 10 раз больше. А цены у нас сейчас европейские. Цены европейские, пенсии и зарплаты в 10 раз ниже, чем в Европе. Москву я не считаю. Москва это у нас отдельное государство. Там все иначе. Вот эти бабушки несчастные. Они понимают. Не понимают в основной своей массе. Что идет тотальное уничтожение. Что их убивают. И они бедные, пережившие войну. Говорят. Мы в войну так плохо не жили. Вы понимаете, что происходит? Люди сейчас живут хуже, чем в войну. Они осознают это. Им есть с чем сравнивать. Это правда. Это так и есть. Путин, до чего ты довел мою страну? Во что ты превратил? Прекрасную Россию. Ты превратил ее в ад. Эта страна стала опасной для жизни. В ней невозможно жить. Ты добился своей цели. Ты этого хотел. Ты хотел уничтожить основную массу российского населения. И заместить его выходцами из ближнего и дальнего зарубежья. Тебе это уже почти удалось. Ты уничтожил две трети коренного населения России. И ты это знаешь. У тебя свой собственный счет, который ты скрываешь от своего народа, как и все остальное ты от нас скрываешь. Но правда это шило в мешке, его не утаешь. Правда, как трава сквозь асфальт всегда пробьется. Ты уничтожил две трети российского населения за двадцать лет. Ты переплюнул и Сталина, и Гитлера. Ты всех переплюнул. Наши бедные бабушки, они знают, что происходит. Они знают, что их убирают, как мусор. Что их уничтожают. Особенно те, которые одиноки. Они прекрасно понимают, что в своей квартире. Они находятся в пыточной камере, в замкнутом электромагнитном контуре. Они каждой клеткой своего несчастного тела чувствуют это воздействие. Но они не хотят выходить из дому. А почему? Потому что на улице им станет еще хуже. Потому что на улице их окружит армия из молодых ублюдков. Которые продолжат эти пытки. И дома, по крайней мере, чуть-чуть хотя бы защищают стены. А когда она на улице, вот это воздействие будет идти на нее в открытую. Ей просто бедной будет еще больнее. Вот что происходит. Вот почему у нас на улицах больше на лавочках бабушки, бодрые и веселые, не сидят. Если у нас появляются старички, то они идут с трудом. Они едва передвигаются. Как правило, они пользуются палочками. Жить стало очень страшно. Говорить об этом можно очень много и очень долго. Но есть ли в этом смысл? И все-таки я советую вам. Думайте. Думайте о светлом. Думайте о хорошем. Мысленно представляйте себе, как вы уничтожаете всех убийц. Абсолютно всех. Вот если мы только представим себе, что вдруг Господь неожиданно услышал наши молитвы. И вдруг в одночасье с лица всей планеты исчезли масоны, иллюминаты, деировцы, саентологи, радиочастотники, психотройщики, все операторы, гангсталкеры, фашгеймеры. Короче, все сатанисты вдруг, внезапно исчезли с лица планеты. Конкретно в нашей стране знаете, что будет? У нас опустеют улицы. Потому что все улицы, весь транспорт у нас заполнены ими. Это их работа. Не оставлять людей в покое даже на улице. Преследовать людей на улице. Потому что они вышли из замкнутого электромагнитного контура своей квартиры, и на улице им нельзя давать отдыхать. Надо продолжать их гнобить, долбить, истязать на улице. Чтобы, не дай бог, люди не прожили лишний день. Так вот, все опустеет. Если вы мне не верите, возьмите либо мини-камеру, либо возьмите свой телефон, либо фотоаппарат. В общем, возьмите камеру. Выйдите из дома. С отключенной камерой. Просто снимайте конкретно всех, кто попадается на вашем пути. Вообще всех. Когда придете домой, вы посмотрите и увидите, что 80% это они. 80%. Останется 20% людей, которые изредка будут появляться на улицах или садиться в транспорт. Нету народу. Нету. Нету. Поэтому их замещают выходцами из ближнего и дальнего зарубежья. Народ умер швлён. Кстати, я вам хочу сказать, вот такая ненависть к старикам и к зрелым людям. Ну, это неотъемлемая часть такого дефекта психики, как педофилия. Вот педофилы, они ненавидят зрелых женщин. Про стариков они вообще за людей не считают. Педофилы. Вот, что мы сейчас имеем. Поэтому никакого уважения нашим несчастным старикам. Поэтому над ними так издевается молодёжь. Поэтому у нас нет на улицах бабушек на лавочках. Потому что бабушки знают, что если она выйдет из дома, то над ней ещё начнут дополнительно издеваться живые, молодые, полные силы блюдки и дети. В том числе и дети. Дети все привлечены. Теперь я вам сейчас покажу. Напротив дома у меня есть детский сад. В этом детском саду по вторникам проходят теоретические и практические занятия с психотройщиком. Там готовят новых псиопов. Объявления расклеены вообще везде. Я не знаю, как в других районах, но район весь заклеивательный объявлений по предложению работы. Вот такая была проведена многоходовочка. Когда разрушили предприятие, людей выбросили на улицу, людям некуда деваться. Чтобы прокормить себя и свои семьи, люди идут к ним. не знаю, сколько они там выдерживают. Текучка там постоянная. Уходят или умирают, я не знаю. Мне вызывают отек слизистый. Дышать трудно, петь вообще невозможно. Так вот, тогда по вторникам здесь начинаются практические занятия, находиться здесь вообще невозможно. кроме того, что вся квартира окружена контурами, я все это постоянно ощущаю, еще начинаются точечные удары в голову, в сердце, во все органы. Им показывают, как и что нужно делать и как жертвовать в этой реакции. А рядом со мной, вот с торцом, есть дом, там находится псевская квартира. Мне очень жаль. Но в этой псевской квартире в общем я уже видела там двух своих знакомых. Причем тех знакомых, которых я считала очень хорошими. Мне жаль. Но народ доведен до такого состояния, я не знаю, это оправдание или нет. Я не знаю, задержатся там эти мои знакомые или убегут оттуда очень быстро, не знаю. Сейчас я вам это покажу. Вот подъезд вот этот крайний вот этого торцового дома с псевской квартирой. Раньше квартира была на пятом этаже, сейчас я не знаю. Вот дорожка. Вот по этой дорожке все время ходят они. Вот на этом заборе есть микрофоны, усилители выведены ко мне в квартиру. Когда они здесь разговаривают, я все очень четко слышу. А вот этот прекрасный детский садик. Вот здесь проходят теоретические и практические занятия. Вот они. вот когда начинается практика, в этой квартире находиться просто невозможно. Они намаскируются как-то, как-то они там себя называют, какие-то кружки, я не знаю, не знаю, как. Ну вот. Жаль, жаль, что мои знакомые повелись на это, жаль. это мои розочки. Кажется, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. ищите способы, ищите методы защиты, методы противодействия этим тварям, этим гадам. несколько недель я ставила на всю ночь себе церковные песнопения, молитвы, отчитки, псалмы. Псалтырь пять часов читают, еще плюс к этому несколько часов, в общем, часов восемь это занимало. Это не помогает. очевидно, сейчас идет такое воздействие, что это просто не помогает. Раньше это помогало, иногда помогает, сейчас нет. Если у вас есть какие-то мысли, какие-то новые наработки, делитесь, пожалуйста. Всего вам доброго. Редактор субтитров